Всем привет! Начинаем влог в машине. Сегодня пятница, сегодня первый день отпуска моего мужа. У меня хорошее настроение. Да, у нас хорошее настроение. Мы едем я, муж, и сзади подруга, которая, да, видно, ручка вон. Мы едем на Святое озеро. Это Южский район. Кто знает, я знаю, что у меня есть подписчицы, которые живут рядом. Сейчас закрою окно. Максик у нас с бабушкой, с Сережиной мамой. Мы едем покупаться, отдохнуть сейчас без 20.11. Мы уже все купили. Сегодня будут даже шашлыки. Сегодня первый раз мы едем на машине, и будут шашлыки. Чего-чего? И все. Да. Кому что, короче. Вот. И я вам покажу. Единственный минус этого озера, там очень хорошо, там песок, там все классно, это дорога туда. Мы будем ехать через Палих. Ну, проезжая Палих, проезжая Южу, проезжая Талицы, проезжая Тюрьмы. Ну, в общем, я постараюсь вам поснимать. И давайте отправимся вместе с нами. Перед тем, как выехать, мы заехали в Фикс Прайс. Сейчас попытаюсь вам показать то, что мы купили. Во-первых, у меня подруга сгорела очень сильно на днях тут. Поэтому мы купили вот такое солнцезащитное молочко. SPF 30. Надежная защита. Мы брали такие средства в Фикс Прайсе и летали с ними в Турцию. Поэтому они неплохие, и я, как бы, довольна осталась с ними. Также она купила себе пантенол. Ой-ой-ой. Уже им намазалось. Заши. Чего-чего? Чего-чего заши. Купили пантенол. Восстанавливает, питает, увлажняет. Кстати, здесь хороший объем. 150 мл. Такая удобная туба. А я себе купила так, как я уже загоревшая девчонка. Сейчас покажу вам. Спасибо. Солнцезащитное масло гель для лица и тела, для интенсивного и безопасного загара. Бережная защита 6 SPF. Посмотрим, как оно работает. Эти средства стоили по 55 рублей. Также подруга купила себе кепку за 99 рублей. Очень модную. Такую всю блестящую. Я не знаю, видно вам или нет. Должно быть видно. И мы купили в Сергуне тоже кепку. Тоже за 99 рублей. Обычно написано спорт. Ничего особенного. Тоже 99 рублей. По Сергуне видно, что он спортсмен. По Сергуне видно, что он спортсмен. Уже выехали мы из Палиха. Держим путь на Святое озеро. Проезжаем сейчас. Заехали в Южский район. Ура! В Юж заехали в магазин. Купили два пирожка. Сережа с яйцом по 17 рублей. И два мороженых. Я съела с удовольствием. Кто знает, мороженое Пижон. Прям вот очень вкусное. И, кстати, здесь недорогое. 27 рублей, что ли. Так что скоро-скоро приедем уже. Мы выехали из Южи. Вот до Талец. Вот таким образом дорога. Мы едем 20 километров в час. Ну, вон, я вижу, виднеется, кстати, получше. Это именно этот промежуток. Безумно камни бьют машину. Может, вам даже слышно. Очень жалко машину, на самом деле, в такие моменты. И оно сейчас будет чередоваться вот такая дорога и камни. Все, мы приехали. Уже даже один раз искупнулись. Вода просто отличная. И вообще вид здесь шикарный на самом деле. Рыбки плавают. Дно видно на самой глубине. Очень чистое, очень теплое. И мне очень нравится... Сейчас я пойду прямо вместе с вами. Мне очень нравится здесь песок. Посмотрите. Прям песочек. Прям прекрасно вообще. Сейчас рыбок покажу вам. Я не знаю, видно или нет. Должно быть видно. Очень хорошее место. Единственный минус этого места – это плохая дорога. Но в то же время, мне кажется, если бы была хорошая дорога, то здесь было бы уже все очень грязно и плохо. А сейчас здесь прям отлично. Муж уже занимается тем, что собирает мангал. Мы сейчас будем разводить огонь и потихонечку жарить шашлычки. Мы купили какой-то странный уголь. Вернее, я купила. Сейчас вам покажу. Он торфяной. И муж говорит, что это не очень хорошо. Что-то он не разгорается. Мы будем надеяться, что он будет просто дольше держать. Тепло, да? Или как правильно. Я не знаю. Наверное? Нет. Хорошо, хорошо. Он разгорается, да? Пойдемте. Сейчас. Дай, по часу. Первая партия пошла у нас. Посмотрим, как это будет с этим нашим углем специфическим. Сейчас покажу вам, как с этой стороны. Здесь люди прям приезжают с палатками. Вон, видите? Очень тихо, хорошо, спокойно. Не очень много людей. Я прям отдыхаю. Прям клево у нас покрывало. Мы лежим. И солнце не очень жгучее. То есть сгореть, в принципе... Мы намазались, конечно, СПФ-ами всякими. Надеюсь, не сгорим. Прям классно. Кто отдыхает тоже, хорошего вам отдыха. И первый шашлычок у нас готов. Наконец-то мы сейчас будем его тестировать и пробовать. Жрать, папа. Да. Кто как говорит. Вот так у нас такой пикничок мини. Второй партии у нас куриное филе. Здесь сразу было несколько пачек. Они меня смешат, и я не могу нормально говорить. Муж кушает шашлык прямо с шампура. Это нам с подругой. Приятного нам аппетита. Последний заход у нас сосиски баварские. Кстати, очень вкусно получилось. Мы уже поели, было побольше. Очень классно и очень вкусно. Мы всё скушаем сейчас и поедем уже домой. Накупались. Накупались. Нам плескались. Окунули подругу в её одежде. Сейчас я покажу её. Она разрешила. Вот так вот. Здравствуйте. Она теперь нас покрывали. Очень счастливая. Сгоревшая. Бедненькая, короче. Здравствуйте. Ну, в общем, когда будем ехать, опять же засниму её. Всё, мы приехали домой. Кстати, на камере кажется, что прям день. Такой уже на самом деле темновато на улице. Здесь, видимо, как-то адаптация или как это называется. Отвезли. Как это правильно? Я не помню, как это. Автонастройка. Автонастройка, да. Завезли уже подругу домой. И едем к нашему гномику. Он поспал. Всё хорошо, слава богу. Сейчас я приеду домой. Тоже его засниму вам. А то прям в последнее время... Марина, он, наверное, так вырос. Так мало его. Приедем, обязательно сниму. У нас, кстати, сделали дорогу. Сейчас прям в городе. Ну, в одном прям месте конкретно сделали. Потому что мы ездили в Южи. Там прям очень, очень всё печально. Да и в Талицах. Поэтому камню сейчас даже не верится, что у нас такая хорошая дорога. Максик. Поэтому всё относительно. Максик? Кто молодец? Максик молодец. Покажи. Максик молодец. Максик. Молодец. Максик молодец. Кто? Мама или папа? Мама или папа? Максик. Максик. Ты танцуешь? Ты танцуешь, котик мамин? Ты танцуешь? Я за тебя молюсь и слёз. Прощай. Пойдём. Пойдём сюда. Не надо. Нет. Пойдём с мамой. Пойдём с мамой. Пойдём с мамой. Котёнок. Ой. Мама чуть не упала тут. Вот твои игрушки. Смотри, сам не упади. Молодец. Идёшь с мамочкой. У кого? Да. Молодец. Молодец. Кто молодец? Максик молодец. Не падай. Ты уже хочешь спадки, да? Хочешь спадки? Юра, ты чего там? Всё, мы приехали домой. Серёжа отвёз сейчас свекровь. Поехала домой отвозить. Сейчас я приберусь. Я уже вывесила всё на балкон. Все полотенца, все купальники. Сейчас будем укладывать Максика спать. И сами будем укладываться. Потому что на самом деле отдых отдыхом. А устали, если честно. Я, кстати, купила себе босоножки. Не показывала. Франческо Доне очень хорошие скидки. Сейчас покажу вам. Я уже даже один раз их обула. Да. Да. Ну чего? Ну мама здесь. Сейчас мама покажет Максик свои босоножки новые. Сейчас. Сейчас. Оп. Закрыл. Молодец. Кто молодец? Максик молодец. Вот такие босоножки. Очень удобные. Очень удобная у них колодка. Они полностью кожаные. Я очень стала с ними довольна. Заплатила, кстати, я вообще недорого. Была на них скидка 50. 50, по-моему, процентов. Я заплатила 1300. И осталась довольна. И я очень жалею, что мы не купили мужа. Но, скорее всего, мы поедем и купим мужа тоже. Потому что там на мужские тоже были хорошие скидки. Так что у меня обновочка. Я купила себе новые босоножки. Ну, наверное, на сегодня мы будем с вами прощаться. Меня как-то не видно. Только глаза. А сейчас я еще, может быть, пойду в душ. Может, я успею до того, как мы уложим Максика. И все. И будем отдыхать с Сережей. Ой, ты мне даешь масло мое. Молодец. Посмотрим, как это масло вообще, кстати, подействовало. Но оно по применению очень приятное. Я думаю, что я сегодня загорела даже чуть-чуть. Хотя солнце было такое нежгучее. Что-то неровно. Как мне снимать-то вот так, что ли? Солнце было не очень жгучее. Но посмотрим. Максик играет здесь. С коробкой. Завтра у меня день рождения у подруги. Я вот купила скотч. Сейчас буду упаковывать подарок. Блин, я вам не показала подарок. Сейчас покажу подарок еще. Мы ей купили вот такую модульную картину. Она очень хотела ее. Я ездила в Иваново. Кстати, не очень большой у нас выбор. Вернее, очень большой выбор дешевых. Мы хотели подороже. Ей 25 лет. И, в общем, я наконец нашла. Мне кажется, очень симпатичная картина. И я думаю, что в ее интерьере, в ее квартире она будет хорошо смотреться. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать влог. Давайте я покажусь. Всем пока-пока. Всем спасибо за внимание. И если вам понравилось это видео, оставьте... Ну, чего? Смотри на себя, Максик. Смотри на... Смотри. Смотри. Максик там. Максик. Привет. Покажи пока-пока. Покажи пока-пока. Пока-пока. Покажи. Ой, папа пришел. Папа пришел. Все, всем пока-пока.